всем привет всем привет я приехала коли как всегда за покупками ткани пришли пришла большой выбор равномерки немецкой двадцать седьмой двадцать восьмой каунт 32 еще даже не все разложила лен двадцать восьмой сороковой каунт 25 лугана но я фотографию же кое-какие выкладывала в instagram сейчас есть выбор и 18 16 и 20 а и данной с разметкой 20 аиды нет но анонсирую что идет 16 с разметкой со смываемой уже у меня и ждут наборы девочки чтобы уже туда вложить эту канву с разметкой это новинка от свои карт такая же вот как аиды 20 смываемая разметка но я показывала тоже что вышиваю на такой сейчас основе и на муран я тогда вышивала тоже смываем вот теперь 16 появилась 18 пока с такой разметкой нет 14 есть она у меня и сейчас наличие вот такая вот разметка которая смывается водой вот такая 14 и придет такая 16 аида сама ее не видела не щупала должна быть такая же точно это новинка от свайпер то есть это просто потом холодной воде замачиваешь знаешь даже она и в холодной я снимала тогда ролик когда кофейную феерию вышивала на мурана ну градусов где-то 40 то есть тепленькая такая вода должна быть и я меняла два раза воду то есть я теплую наливала чтобы еще смылась но у меня получилось где-то сутки мурана я вымывала просто лежала она и лежала не терла я там ничего но именно нужно она остывает пока лежит поэтому вот как хорошо что я не запасалась аиды теперь вот я смогу покупать с разметкой сразу ну в общем то я уже говорил сколько что я под схемы если есть возможность да я под схемы режу конечно когда 10 там сантиметров я не буду отрезать эти 10 сантиметров вам пойдут ваш заказ потому что куда у меня так остаются иногда маленькие кусочки которые не туда не сюда а вы можете их там приспособить на какие-то небольшие сюжеты потом у меня есть наборы где идет в наборе 18 канва я ее буду менять на 16 и вот я такую конвушечку обязательно куплю но вот это 14 по отруге она как-то вот довольно мягко она для цвайга а мне кажется что она даже больше на крахмалин чем в наборах наборах мягче вот смотри я сейчас это положу 20 достану с разметкой девочки если у оли в наличии нет на сайте там можно под заказ оформить но и опять же если есть у поставщика вот сейчас нет вот 20 у меня остался вот такой вот кусочек и потрогай насколько он жесткий да с 14 сейчас держали и вот 20 то есть она вот такая я на ней сейчас вот ст бесплатно пришиваем ну вот ждала 20 думала вот в этот приход но не пришла она и сейчас то есть пока у меня 20 просто белая без разметки класс скоро мы не будем покупать маркеры вылезла тоже это 20 но это ли он натуральный это аида красивая для меня мелко но цвет обалденно красивый вот и приятная на вот тогда ленда приятно девочки я вам сейчас покажу то что я купила зачем я приехала но и заодно еще покажу для зрителей что интересного есть у ли в магазине потому что допустим вот такая вот равномерка она сейчас очень модно многие на ней вышивают но для меня это мелкий каунт я на ней вышивать не могу но для вас я покажу вот смотрите я заказывала вот такую британи а ну вы видели да я хочу вышивать сэмплеры и покупаю линду вы знаете как-то британи мне понравилось больше здесь добавление вискоза идет и она немножечко блесит на мой взгляд работа смотрится немножко подороже как блин до стопроцентный хлопок немного как бы визуально удешевляет сам сюжет но это на мой взгляд вот понятно что идеально будет лен но лен в разы дороже поэтому а я для некоторых процессов для вероники аженер процессы от вероники аженер я выбрала британи беру размеры 50 на 50 в общем вот такая у меня британи это цвайгард это лугана да цвайгард девочки это крупный каунт я вышивала на этом каунте хэллоуин но когда я принесла на встречу рукодельниц очень понравился девочкам вот этот сюжет многие захотели его вышить и мне нужно сделать подарок то есть я хочу полностью собрать комплект для моей рукодельной подруги в общем точно такую же беру равномерку как у меня нитки в общем схему и отправлю в подарок поэтому вы уже видели у меня готовую работу а вот на такой вот лугане кто не видел я сейчас вам стану поставлю фотографию вот посмотрите как классно смотрится несмотря на то что она крупная эффект просто потрясающий вживую она смотрится красиво все девочки кто видел всем понравилось вот и вот этот цвет вот такой винтажный просто обалденный мне понравилось в общем кто ни разу не вышивал на равномерке но хочет попробовать для вас лугана вообще будет идеальный вариант настолько хорошо видны дырочки вышивала через две ниточки переплетения но мы еще с вами поговорим подробно потому что очень много вопросов кто на равномерке не вышивала немного вопросов не задают что и как мы еще поговорим с вами отдельно сегодня я просто хочу показать покупки вот так же эти отрезы 50 на 50 вот тоже британи лугана вот такой цвет купила все цвета оли на сайте представлены я под видео как всегда ссылочку оставлю там вы подробно можете посмотреть но иногда на видео отличаются цвета они немножечко не такие как на фото цветопередачи все-таки разные поэтому я еще и показываю вам товары вот так вот вживую вот вы сейчас видите это натуральный цвет вот прям точь-в-точь какой он есть в живую вот сейчас вы видите номер и видите цвет далее вот такая равномерка тоже британи лугана 28 каунт соответствует 14 каунту канвы и вот такой ли он вот посмотрите номер вот такой винтажный то есть у меня есть светлый такой белый серым и еще взяла я вот этот на осенние сюжеты на осенние сэмплеры он идеально подходит под заказ я у оли все это брала вот как раз мой заказ приехал а вот это равномерка ручного окрашивания красит наша оренбургская девочка во вчерашнем видео вы уже видели на встречу приходила девочка мы с ней познакомились я покупала уже эту равномерку но кто красит я не знала и вот вчера как раз мы познакомились можете перейти по ссылке я вам в конце видео оставлю ссылочку на предыдущее видео и посмотреть на встречи рукодельниц как раз там мы знакомимся с нашими оренбургскими рукодельницами и вот еще такую канву я вчера на встрече попросила для меня отложить вот отложила я сегодня и забрала равномерка еще одна равномерка 50 на 50 это линда то есть вот там британи лугана с вискозой это стопроцентных хлопок очень нравится мне вот такой голубой цвет он такой немножечко серо-голубой а на зимние сюжеты на зимние сэмплеры от мадам ляфи вообще идеально подойдет так что вот такие у меня покупочки и поскольку я постоянный клиент и уже осенью делала большие заказы воли воля подарила мне вот такую коробочку воля открой пожалуйста я одной рукой сейчас не могу так вот такая вот коробочка и здесь схемка такая схемка с узорами здесь схема под крест а с той стороны схема под гладью расписано так как и стишки вот расписано спасибо большое за подарок оля часто нас балует и навстречу балует всякие сюрпризики для постоянных клиентов вот такая вот коробочка фирменная dmc теперь есть моей рукодельной коллекции вот девчонки смотрите вроде казалось бы один и тот же цвет лен кашель и лугана но посмотреть 3009 до цвет 3009 но лугана она чуть-чуть потемнее из-за того что разный состав ниток немножечко вот так отличается если вам интересно будет посмотреть поближе я еще дома вам видео потом при хорошем освещении выпущу и все подробненько покажу просто сейчас пасмурно у нас на улице и освещение не очень хорошая вечер уже да я вам днем при хорошем освещении лампу поставлю и покажу прям поближе если интересно вы в комментариях пишите я сделаю подробно еще обзор девочки смотрите какой у нас туман в центре еще снег не выпал в степном поселке все снегом завалено и вот такой туман темно но ничего ладно освещение не очень но я сниму вам обязательно при хорошем освещении это мурана сплэш сплэш как девчонки сейчас ее называют вот это очень большой популярностью пользуется ткань это эти крапинки очень похожи на снег сейчас зимние сюжеты на нем вышивать вот и как бы фон тоже хорошо подходит под новогодние на этой много вышивают морских сюжетов красиво смотрится рыбы киты а кстати новогодние сэмплеры делать снежинки можно снежинки не вышивать помнишь мы с тобой вот снежинки не вышивать вот эти крапинки просто раньше были горошки они вот прям как горошки мне не так они нравились а вот эти вот хаотично разбросанные крапинки мне кажется вообще идеальный вариант ну ты знаешь я вот сейчас вышиваю елку вышивальщицы и у меня там я тоже посмотрела эти горошинки они прям там так гармонично как падают как будто бы снег на эту елку работа которую оля вышивает вы уже видели я вам показывала с горошками в прошлом видео и знамку с тобой там показывали и знамку все показывали если интересно я в конце видео оставлю ссылочки на все предыдущие ролики которые мы с олей снимаем вместе в общем я сегодня на целый день к оле приехала пока все не пересмотрю нам вчера не было с тобой разговаривать людей было много столько новых знакомств поэтому да жалко что не получилось прям с каждой рукодельницы познакомиться и поболтать да как-то мало во-первых и по времени и именно то что очень много людей я говорю я тоже я приехала вот в таком меня же голова кругом уже не знала куда кому всем интересно всему хочется я говорю я работаю потом только на фотографиях смотрю я не успеваю там посмотрю я тоже там не успевал вроде хочется пообщаться и вот общение больше занимает времени чем рассматривание работ поэтому я с удовольствием смотрю все видео что девчонки сняли фотографии потом каждый под своим ракурсом же их показывает тоже так интересно так я видео поснимала а фото я вчера не успела сделать потому что пообщаться в группе и вконтакте и в ватсапе там девочки повыкладывали так что девчонки у нас есть группа оренбургские рукодельницы у меня есть под видео ссылки на все группы если интересно зайдите посмотрите там девочки фотографии выкладывают я на своей странице не выкладываю мне так хотелось пообщаться я только видео снимала фото не успела но и в ватсапе у меня тоже есть группы и оренбургские отдельные и есть чат со всеми клиентами если интересно тоже пишите добавимся там и девочки делятся и работами своими как какие-то акции даже вчера татьяна фотографии наши туда выложила девочки вот про свои там встречи тоже рассказывают кому интересно добавляетесь тоже в ватсап в инстаграме и вконтакте есть телефон к нему ватсап привязан но я как всегда на личную страничку вконтакте и в инстаграм оставлю а ты уже дашь телефон давай а можно его под видео разместить прям у нас в контакте в группе прям сверху написано и в инстаграме там связаться нажимаете а все понятно я кстати да не знала я телефон твой тогда прям под видео и размещу потому что мне в личку многие пишут как с олей связаться только на магазин выходит а на личную страничку я не всегда даю телефон именно магазин вот к нему и ватсап привязан оля знаешь что я хочу чтобы ты зрителям сейчас показала поподробнее мне понравилась вот эта тканюшка вот эта новинка пришла да это сейчас давай я на стол выложу тут не одна их несколько новинок и покажу это белорусская равномерка 30 каунта и вот эти вот посмотрю у тебя новогодние сюжеты я думаю что это сейчас актуально будет наверное надо тоже показать зритель ну вот по новогодним сейчас как раз по этим тканям 5 отрезов 50 на 72 сейчас по 500 рублей можно купить до конца ноября акции до девочки я вышивала на беломерке свое мнение скажу мне понравилось единственное для меня каунт мелковат но я вообще в этом плане капризная у меня со зрением до проблема но она 30 каунта это что-то среднее между 14 и 16 каунтом но мне понравилось то есть мне понравилось вот я на белый на белые вышивала пробовала и на ручного окрашивания причем ручного окрашивания на немножко подсаживается она мельче вот на этой белой получается покрупнее правильно я говорю но чуть-чуть она прям чуть-чуть но чуть-чуть но все равно среднее получается как-то вот он каунт вот но все равно смотрите дырочки хорошо различимы и она в общем-то действительно равномерного переплетения мне не нравится гамовская равномерка потому что там есть неровные переплетения а здесь они идеально ровные ну вот не знаю на мой взгляд это вообще отличный бюджетный вариант то есть она в разы дешевле чем свайгард да чем немецкая но я не считаю что по качеству она уступает единственное что если вы вышиваете на конве 16 каунта то вы сможете вышивать и на этой равномерке просто у меня девочки часто задают вопрос они ни разу не вышивали хотят попробовать из чего начать вот как раз я сегодня и рассказываю что либо с луганой которая очень крупная вот либо с линдой если линда дорого то вот эта беломерка вам идеально подойдет и мы как раз показывали в прошлом году соли как можно сочетать эти разные кусочки между собой например подушечку до вышли вот на белом подушечку на обратную сторону а вот синий или допустим вот такой цвет снежинки кстати на снежинках вышивать тоже очень хорошо то есть они не забивают да прям на них вот так вышивать на рисунок вот допустим я как варианты предлагаю вот например здесь вышивка белая а например красная паспарту и обратная сторона вот такая то есть тоже подушка да так можно сделать мешочек какой-то можно сделать для хранения очень много берут именно для прикладных вещей для оформления и к новому году кто-то подарки упаковывает делает мешочки кто-то травки сам собирает чаи подружкам там покупали у меня женщины опять же салфетки скатерти да можно сочетание сделать и вот прошлом году у нас ксения покупала у меня такую ткань я выкладывала тоже в инстаграм в своих группах она делала скатерть и дорожки дорожку бордового цвета по моему было так у нее мы также шьем на заказ если необходимо не только новогодние но и другие вот сейчас посмотришь новинки покажу оля ты покажи пожалуйста еще маленькие наборчики от овен на которые я глаз положила вот девчонки конечно год свиньи закончился но я как вариант вам хочу показать да как можно подруге допустим оформить подарок наборчик небольшой 11 на 14 можно на белом вышить мешочек вот для хранения каких-то рукодельных штучек или детям допустим да в детский сад в школу на прикладные вещи но в принципе есть другие сюжеты это вот я как вариант вам предлагаю очень много вот таких маленьких сюжетиков которые можно использовать использовать вот на этих тканюшках вот девчонки как вариант допустим вот замечательный наборчик недорогой до новогодний можно пироженка на белом фоне вышиваете вот это вот будет обратная сторона мешочка но вот смотрите какой обалденный сюжетик вот такой вот маленький чайный то очень подойдет вот под этот вот видите цвет подходит новогодний ну вот можно вышивать на красном вот это кстати тоже красиво будет на красном можно на белом и вот это пирожное обожаю я всякие пирожные я и есть люблю пирожные вышивать пирожные вот смотри как не сольется не сольется можно на красном можно на белом слушай оля у меня сейчас фантазия поперла мне прям захотелось мешочки шить я сейчас все брошу кинусь мешочки шить сейчас же новый год так вот нам к новому году же нужно принести у нас же будет выставка что-то новогоднее да и нам что-то новогоднее нужно принести если я успею может я даже что-то новое интересненькое сошью у тебя может быть готовые вышивки маленькие же есть не оформленные вот и посмотри а вот это вообще клево прям сейчас я еще загорюсь сейчас что-нибудь куплю в азарт войду вот этот черник очень хорошо вот на белом синим да очень гармонично черничка вот это вот прекрасно и кстати смотрится как новогодний торт да белый вот но можно вот со снежинками как раз принести навстречу как такой новогодний сюжет так я сейчас еще подумаю подумаю 15 на 15 вот у оли такой прекрасный вариант пакетницы а я уже показывала там пакетики для хранения пакетиков и вот как раз можно сделать вот такой вот подарок кому-то из близких я даже сейчас вот соли обсуждаю такой вариант да если например подобрать сюжет подобрать по размеру тканюшки и укомплектовать вот так как набор я думаю вообще будет прекрасно потому что многие девчонки в личку задают вопросы подойдет ли какая схема какой конвея а какой нужен размер вот я предлагаю оле прям высчитать фотографию допустим показать что вот на эту салфетницу вот у меня комплект и вот прям укомплектовать собственно даже я могу уже подобрать сюжет и сама выбрать ткани мне очень нравится покупать комплектами вот девчонки напишите в комментариях вам вот такой вариант подойдет это я оле предлагаю вот чтобы ей долго голову не морочить да сколько чего нужно прям полностью сделать такие комплектики не знаю я люблю наборы я люблю комплекты вот если вы никогда не вышивали никогда сами ничего не подбирали вам это упростить задачу если вам прям дадут готовую фотографию размеры и все материалы вот такие комплекты вас бы заинтересовали напишите в комментариях а вот это девочки я только увидела новинка я влюбилась это моя тема мой сюжет вообще обалденный оль что это за тканюшка это вот белорусская равномерка она скатерная ткань так же как и все она с пропиткой также тридцатый каунт на ней можно вышивать мне сама это сюжет очень понравился что здесь смотри можно и гладью до бабочек как-то вышить ну кто гладью вышивает просто стежками где-то что-то придать объем вот здесь мне вообще понравилось можно фрузелками вот это вот все видишь обшить да сделать фрузелочки там беленькие какие-то или бисером да можно вообще отдельную сюжетом нам подсказывает бисер бисер кто занимается какими-то аппликациями вот бабочки да можно вот использовать отдельно их эти бабочки ну вот здесь я развернула в принципе наверное полное паспарту вот такой вот эти вот ромашки посмотри какие красивые да девчонки вы меня в трансляции спрашивали какие у меня планы творческие я не люблю планировать но вот сегодня как раз такое видео как рождаются идеи вот мы соли целый день проводим и мы обсуждаем что можно сделать из той или иной ткани вот вы сейчас присутствуете как раз на таком творческом процессе вот эти вопросы вы мне часто задаете какие у меня мечты и планы вот видите у нас планы в громадье мы только видим тканюшку вот у оли свой план а у меня свой план проще нет не может быть для кого-то не проще ролл и у меня же все для роллов в том году я у тебя купила для ролла еще не шила вот эту тканюшку я тоже хочу для ролла вот опять же вот эти ткани у меня брали и на шторы шили в кухню что я имею ввиду они вроде как скатерные считаю орки про очень красивые шторы до из них получится то есть особенно на кухню до раз она с пропиткой то есть она уже будет но меньше в себя какой-то там скатерть скатерть салфетки опять же они хорошо гармонируют да с друг другом вот мы только что с тобой бордовую ткань смотри пожалуйста вот и и сюда можем бабочка бордовая да то есть вот салфетки дополнить салфетка например очень красиво вот это вот мне нравится цена у беломерки да это такая бюджетная за метр 400 рублей метр на метр сорок пять это огромная до метр на метр сорок пять если для вышивки то там вам меньше нужны кусочки вот так даже даром 50 на 72 кусочек вот с рисунком 150 рублей метражом дешевле вот смотри еще тоже здесь мы вычитали на всех языках я тебя люблю написать я сразу без очков и не разглядела мы тоже долго присматривались но тут и по-французски и по-итальянски и по-русски девочки вы меня часто спрашиваете что вышивать на приметы так кому в жизни любви не хватает купили за 150 рублей большой кусок шили подушку вышили спите на ней и к вам приедет придет любовь принц но часто мне такой вопрос задают что вышить на желание вот у меня прям по ходу понимаешь если спать на такой подушечке лежать в рамках выставки наши я хотела вот себе предложить ну типа мастер-класс рассказать как именно на приметы вышивка потому что когда я предложила вот организм ну кто нам предоставляет помещение она удивилась что еще и вышивать на приметы можно я говорю это мы можем просветить рассказать можно только знаешь как моя дочь матушка говорит приметы это грех верить приметы дело в том что это не примета это наше желание то о чем мы думаем о чем мы мечтаем все воплощается в жизнь ну то есть у нас своя интерпретация примет никакой мистики в этом нет вот просто если о чем-то мечтать и ставить себе цель мы это обязательно получим и о своих целях и о своих мечтах нужно иногда говорить проговаривать вслух чтобы они да чтобы они исполнялись и вот лично я когда что-то вышиваю или что-то мастерю я обязательно вслух проговариваю какую-то свою мечту еще новинки за эту ткань даже голосовали в инстаграме многие поставили лайк вот она видишь она выглядит как винтажная как вареная джинса даже вот помнишь варили мы когда-то в 90-х да да у меня тоже первая мысль про 90-е пришла вот это вот такой рисунок огурцы это тоже 90-е модно у меня была куртка вот с такими огурцами когда я в училище училась мама мне шила потрогать также она с пропиточкой чувствуешь да красиво вот этот мне понравился на мой на мой вкус да ну на эти вот вышивать конечно удобнее мне кажется ну мне вот пестро вышивать но сюжеты хэллоуин если оформлять вот это вообще что-то такое кто любит кто любит да такое черепа или что но мне же часто предлагают в подушку оформить мой хэллоуина и я как-то говорю ну не знаю не знаю но вот я сейчас посмотрела первая мысль которая пришла мне в голову это обратная сторона на подушку хэллоуин но у меня много подушек и с оформлением у меня проблемы поэтому где бы выделить время да это пока не мой вариант но может быть кому-то и зрители этот вариант пригодится вот горошки снова пришли и вот этот вот лен 32 каунт он очень тоненький он 32 каунт вот он тонкий он даже для одежды подходит ну вот на мой вкус как бы он такой приятный он мягкий до мягкий да есть такая вот в нем фактурность шершавости льна вот если пощупаешь на луками его на нем и пики и решивать да ну если на юбку то конечно прозрачный будет нужно подклад ну да я девчонки я смотрю девчонки шьют и юбки и платья такие а мне вот как-то немножечко так шершавенько я люблю прям гладкий с подкладом то неплохо будет но вот я люблю кэшел вот я очень люблю кэшел потому что он гладкий у него нет вот таких вот шероховатости и каунт чуть побольше это я говорю для тех кто никогда не вышивал для опытных вышивальщиц подойдет вот это а для тех кто никогда не вышивал я думаю что все таки а кэшелл будет лучше ну я с тобой конечно согласна просто вот самый часто задаваемый вопрос как первый раз мне вышивать на равномерке но дело в том что я мало вышивала я только начала и мои зрители многие не имеют такого опыта им интересно мое мнение вот поэтому вот я его высказываю вот а там уже девочки вы конечно же сами будете решать для чего вам нужны эти тканюшки какой процесс вы будете вышивать ну сейчас я тебе еще покажу одну ткань двадцать седьмого твоего любимого каунта белорусскую вот это вот белорусская равномерка двадцать седьмого каунта как линда вот как ты любишь но посмотри какая она плотная вот мы из нее косметички шьем но она жесткая а после стирки мягче будет нет по моему нет тоже на крахмал она вот такая вот как апретированная но я вот даже считаю вот мне кажется как техническая какая ткань может быть но смотри на косметичке она идеально подходит она форму да форму можно из нее шить тоже такие вот сейчас модные к сумке да сумки но вот допустим подушку я бы не стал из нет вот я именно вот что-то что держит форму рюкзачки какие-то вот цена у нее тоже и у нее ширина метр пятьдесят ну вот то есть это беломерка и вот та беломерка но это 20 это двадцать седьмой каунт как линда а та тридцатый каунт вот который помягче девочки это тридцатый а который покрупнее вот она жесткая идет это для того чтобы на сайте вы выбирали и знали какая она на ощупь я специально рассказываю потому что мне в личку вот спрашивают мои ощущения сказать на что конкретно подойдет ну само собой вышивать картины идеально то есть оформляется в рамочку ну то есть тоже такой бюджетный вариант замена линды но она нечисто белая чисто белая а вот на мой взгляд белая если только рядом для сравнения чисто белую если не сравнивать рядом вот смотри чисто белая античные видите желтоватый а это белый белый а здесь чуть-чуть между да получается сероватый но пока ты не положила рядом вот эту белую она смотрелась белый белый но по сравнению с линдой это конечно белее но только если в сравнении я рада что ты ко мне сегодня пришла и мы хоть наговорились вчера вообще не было вчера мало а мы вчера с тобой вообще не общались только рукой помахали друг другу привет и наверно пока так же потому что столько и у тебя новых знакомств и встреч и у меня девчонки тоже много новых пришло и всем хотелось каждым обняться поцеловаться разговориться я говорю и работа даже не успела посмотреть девчонки с каждым не получилось пообщаться и вот мы соли сейчас обсуждаем столько было девочек что даже имена девочек мы не всех запомнили наверное на следующую встречу нужны бэджики что ли да чтобы знать кому как обращаться и даже когда я снимала коротенькие интервью девочки рассказывали про свои работы и потом даже когда я просматриваю эти файлы я не могу в один день запомнить столько имен вот поэтому мы придумаем да поближе знакомиться на потом мало было время если получится теперь вот библиотека нас готова принимать мы можем почаще встречаться и когда на такие конечно частые встречи уже меньше народу приходить но все равно те же 5-10 человек уже будем ближе друг другу узнавать и я думаю будет интересно о чем поговорить то видишь мне каждый раз находим о чем поговорить на на этих встречах потому что и вчера девчонки задавали вопрос что-то успевали рассказывать новые по тем же программам да как пользоваться или тоже изнанку показывала я или как парковкой вышивать все это можно на какой-то мастер-класс я даже готова станком приехать девчонки у нас сегодня соли столько всяких творческих планов и мастер-классы и мы обсуждали сегодня выставку вышивальщиц новогоднюю выставку я еще раз обращаюсь к оренбургским девочкам если вы хотите принять участие в выставке если у вас есть новогодние работы пишите мне в личку все мои контакты есть пишите оле в личку ее контакты я тоже оставляю в общем у нас большие творческие планы я надеюсь у нас все получится да я прошу вот в течение этой недели если вы готовы принять участие в выставке присылайте фото своих работ мне лично и в контакте в контакте в инстаграме на почту электронную с размерами если эта работа в рамах особенно пишите размеры в рамах это для развески нам необходимо чтобы и на работах в рамах обязательно на задней стороне наклейте бирочки фамилию как работа называется какая техника чтобы потом было удобнее все эти работы раздавать обратно я даю контакты либо вы мне привозите работы либо контакты в библиотеке кто будет принимать работы на выставку чтобы потом у нас все было удачно роздано в целости и сохранности и вы как раз меня спрашивали какие у меня ближайшие планы сегодня мои планы резко изменились потому что я поняла у меня к новому году очень мало работы с новогодней тематикой а мне тоже хочется что-то принести тебе надо игрушки они не охотно да так у меня игрушки две у меня новогодние доделаны оформлены но я хочу еще что-то может быть успеть вышить вот в общем наверное я сейчас приступлю к новогодней тематике потому что хочется побольше и у меня два новогодних сюжета которые не оформлены и вчера мы общались с девочкой она саша у нее багетная мастерская и сейчас и мы соли и сейчас договорились что мы поедем в гости к саше и оформлена и будем оформлять там работы надеюсь вам тоже будет интересно посмотреть этот процесс потому что до этого я оформляла в багетной мастерской просто отдала и забрала а мне же хочется посидеть с вами весь день и с тобой и саши но ты знаешь обычно я как саша приезжая я гри саша мне надо вот это оформить ну вот как например шкатулку да я оформлялся вот шкатулку я уже ее показывала вот у саша оформляла я говорю я привожу саши вот сюжетку саш мне надо шкатулку вот как оформишь так мне и будет хорошо единственное скалме не надо тому чтобы она на держалась крышка я съемную просто заказала крышку все полностью вручную выкрашено все вырезано под мои размеры а фурнитура это это все саша да ну эти монетки ты знаешь что они вот я хочу какую-то такую новогоднюю белую шкатулочку и чтобы она открывалась ты говоришь саши вот так что ты хочешь белую с фурнитурой она уже тебе что-то варианты какие-то либо может нарисует сразу либо через какое-то время пришлет фотографию что твоя работа оформлена ну в общем я хочу с вами поболтать посидеть и там уже пообсуждать то есть мне уже не интересно просто отдать шкатулку и забрать я хочу с вами тусоваться ну вот все съездим обязательно на эту неделю с тобой есть ножки еще так сделаны вырезаны да знаете почему меня заинтересовали работы саши вы часто меня спрашиваете то багетная мастерская где я оформляю отправляет ли заказы почты они не отправляют а вот саша отправляет у саши есть такая услуга вы ей высылаете свою работу она вам ее оформляет и по почте отправляет вот именно поэтому я хочу к саше съездить в гости потому что очень много вы мне написали писем про шкатулки но вот в той багетной мастерской где делала я эти шкатулочки почты не отправляют поэтому я думаю вам тоже такое видео будет полезно оля вот это такой красивый цвет я у тебя не видела этот цвет наличие можно посмотреть заказ привезла это линда да вот да это под заказ я привезла 41 12 цвет это 40 94 вот так точнее цвет передает вот этот вот он персиковый такой вот это очень нежный нежный да это я более яркий этот вот прямо тыквенный такой цвета луга на это луга на более крупный каунт вот это тоже луган и сейчас мы с разметкой с тобой смотрели это с разметки смотря она размечена через за ниточку то есть можно через одну нить вышивать это кто многоцветки вышивает на ней удобно она не такая мягкая надо же луга на с раз с разметкой да и разметка смываемая и мурана вот такие вот цвета это такой я смотрю сейчас многие девочки вышивают вот на таких вот ярких ну в общем то сюжеты есть которые позволяют и на яркой канве вышивать да но вот это девчонки мурана это 32 каунт соответствует 16 каунту это крупная это больше чем 14 каунт да на него через одну нить вышивать да через одну если вы вышиваете через две нити переплетения то крупнее чем 14 каунт и линда соответствует 14 каунт вот видите я уже тоже выучиваю часто ошибаюсь я потом на видео пересматриваю бывает ошибаюсь но по-моему сегодня я не ошиблась так что вот так скоро буду разбираться хорошо в равномерках вообще конечно идеальный был бы вариант линда и британи с разметкой британи с разметкой есть так похоже я сейчас опять куплю что нибудь вот такая же британи она также с разметкой не буду шуршать камеру она также с разметкой через пять ниточек а она дороже чем та британи которую я сегодня купил ой надо смотреть сейчас так цену тебе сразу не скажу то есть здесь получается 5 на 5 так вот здесь нет можешь пожалуйста вышивать я вот мурана вышивала я через две вышивала у меня тоже была с разметкой разметка на этих тканях именно через ниточки нанесена через ну то есть пять нить вот 10 нити получается до квадратик 5 на 5 если я через две нити переплетения это будет вот я беру 4 квадратика да я на мурана вышивала вот 4 квадратика у меня было 10 на 10. В принципе, тоже нормально. А насколько она дороже, чем та Британи, которую я рисовала? Ну, это надо смотреть. Не на много она. Не на много? Да, она даже, по-моему, в тех же пределах. Больше цветные ткани за счет краски увеличивается. Наверное, мне такую надо. Я вхожу в азарт. На самом деле, девочки, вот смех смехом, но ведь я канву могу размечать, а равномерку я не могу размечать. У меня рябит в глазах, я постоянно сбиваюсь. И равномерка с разметкой, я считаю, это вообще шикарно. Ну, вот она в белом варианте с разметкой. Клево. Вот смотрите, девочки, только один нюанс. Если я взяла Британи белую, видите, она белая-белая. Если берем с разметкой, она немножечко такая серо-молочная, то есть оттенок отличается. Если вам не принципиально важно, то нормально. Если вам прям нужна вот такая вот белая, да, то только без разметки. С разметкой у нее другой оттенок идет. Хотя тоже Британи и тоже такой же каунт. Оля, а ты наборчики будешь еще привозить? Или вот ты остатки сейчас распродашешь? Ну, я распродаю набор и сейчас от МП-студии привезу. Немножко новинки будешь, да, от МП-студии брать? Да. А остальные под заказ, если необходимо. Я прям с этой пироженкой, слушай, каждый раз я к этой пироженке. Нет, наверное, я ее возьму, раз я так на нее глаз положила. Вот как раз у Оли есть Британи, маленький кусочек. Вот эту пироженку. И, Оль, которые... Оля, вот эти снежинки. Они, да? Да, если я успею, то я к выставке сошью мешочек. У меня же нет ни одной прикладной, никакой штучки. Вот вы видите, как на ходу рождаются процессы. Поэтому я ничего не планирую. Я прям сегодня же начну вот этот вот вышивать мешочек. Ну, я вот этот сюжет вышью, но надеюсь, у меня получится его оформить. Еще у нас впереди полтора месяца. Вот, и сейчас высчитаем. Наверное, Оль, 50 на 35. Как раз такой вот кусочек. Вот. А там я уже дома сама подгоню. Так, а это какой размер? 22 на 33. Так, это 22 на 33. Получится, что я серединку сделаю такую, да? Угу. Вот. А как по спорту, по краям вот такую, да? И обратную сторону вот такую. Нет, Оля, я вот сюда пришью белые снежинки на переднюю часть, а на заднюю вот эту. Поэтому я сейчас и ту, и другую возьму. Тем более, что сейчас у тебя это по скидке. По акции. Комплект. Сейчас по акции комплект из пяти тканей белорусской равномерки с новогодними сюжетами. И одна из них белая. Это отрезы 50 на 72. Ну, там получается, потому что метр сорок пять ширина. Пятьсот рублей. Пять отрезов 50 на 72. Круто. До конца ноября. Мне надо. Ну, вот видите, год заканчивается, а у нас такие большие планы. Следующий еще не начался, а у нас уже планы в громадье. Надеюсь, у нас все получится. Надеюсь, вы нас поддержите лайками и комментариями. Ждем оренбургских девчонок на нашей выставке. С работами и просто, как зрители, я надеюсь, все у нас получится. Так что, всем пока. Смотрите с удовольствием. И тоже делитесь своими работами. Пока-пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok